Всем привет, мои хорошие! Начинаю новый влог. Сейчас ходила в магазин Косметик, купила себе краску для волос. Купила девчонке тон 7.2, холодный, русый. Почему не красный? Потому что поняла, что жутко вообще муторно поддерживать оттенок нужный вообще. Ну просто жутко. Через раз уже она смывается, становится тусклой. И вот что у меня сейчас на голове? То ли рыжий, то ли непонятно что. Я хочу сейчас приехать домой, сделать смывочку. Я уже показывала вам видео, у меня есть на канале с аспирином, с кокосовым маслицем. Сделаю смывку и буду краситься. Будем с вами вместе. В Магнит Косметик девчонки купила, сейчас покажу что. Так, купила во-первых девчонки карандаш, вот так я слышала на него хорошие отзывы. Так, это что у нас? Бьюти Бомб, второй тон. Сейчас прям хочу попробовать, сил нет. Краска, почему? Палет 7.2, вот такой вот оттеночек, да? Потому что вторая шла за рубль. Сейчас Магнит Косметик акция. Я взяла две упаковочки, вторая мне вышла бесплатно. Так, искала я ГРАС, девчонки, пенку для мытья посуды. Мне девочки под видео про ГРАС написали, что есть в магазинах пенка, в нашем Магните нет. Взяла себе попробовать в первый раз в жизни Синергетик. Кто-то хвалит, кто-то говорит, плохая марка. Ну попробую, пусть будет, потому что у меня там средство для мытья посуды. Кот наплакал. И взяла шампунь Head & Shoulders. Тоже по акции они сейчас успокаивающий уход. Больше для мужа, девчонки. Потому что у него никак не можем моему шампунь подобрать. Вроде Head & Shoulders подходит, но не весь тоже. Что хочу сказать. У меня сегодня чешется голова для девочек, которые ждали отзыв. Но я, наверное, в Инстаграм пораньше, конечно, напишу пост. Не сильно, но чешется от красной линейки Фаберлик Эксперт для окрашенных волос. Все-таки не моя эта серия. Поэтому, девочки, если у вас от какого-либо шампуня из этой серии чесалась голова, то, значит, будет и от этого. Я возлагала большие надежды. Но все равно нет. Позавчера я вот мыла голову, мне надо ее мыть сегодня. И у меня чешется голова зуд, кожа головы. Поэтому нет. Все-таки больше я Фаберлик не буду брать из линейки Эксперт шампунем. Так, колпачок свалился. Карандаши, кстати, деревянные. Под них нужна большая точилка. Это проблема, мне кажется. Так, как телефон поудобнее. Хочу попробовать. Их прям хвалят и говорят, что они очень стойкие. Ой, слава богу, девчонки, с цветом не прогадала. Цвет мой. Это 0,2 оттенка, по-моему, я вам говорила, да? Вы знаете, так вот в сумку бросил. Карандашик. Удобно. Но то, что точить его, конечно, не айс. Они были на скидках, по-моему, по 149 рублей. Краска тоже по лет 149 рублей. И вторая в подарок. 146 даже. Знаете, такой нют красивый. Мне нравится. Я еще с утра на губы наносила масло от Фаберлик. Вот это новое, да? Мне классно. Красивый цвет такой, свежающий. Мне понравилось. Точилка большая у меня вроде есть у дочери. Придется у нее ее отобрать. Ну вот и все. Нет, 199 рублей, наверное, стоил карандаш. Карандаши из Теллари по 149. Сейчас в распродаже магнит косметик. Вот и все, что я купила в магните. Была еще в пятерочке. В общем, сейчас едем домой. У меня еще пришла посылочка от Миксит. Я заказывала себе три маски для лица. Сейчас с вами тоже распакуем все, посмотрим. Поделаем сегодня масочки. Вот. Ну, поехала я домой. Вот, девчонки, посылка от Миксит. Мне уже не терпится посмотреть. Очень быстро, кстати, пришла. Я заказывала и буквально уже через 2-3 дня она была у меня. Цветочки в пятерочке купила, как он называется, суккулент. Надеюсь, приживется. Они вроде такие нетребовательные. Так. У меня здесь должно быть три масочки. Смотрите, какая прелесть. Здесь вот эти конфетти. Блин, Миксит могут вообще. Вот это они могут, молодцы. Так. Ох. И все хорошо упакует. Смотрите, сколько их тут. Тебе надо, котен? Да. Так. Вот они масочки. Бутылки. Так. Первая у нас маска увлажняющая с маслом ши и экстрактом ванили. Так. Вторая масочка питательная с маслом какао и экстрактом миндаля. Третья масочка лифтинг для лица с гиалуроновой кислотой и экстрактом малины. Блин, хочу вот эту сейчас потестить. Так, и здесь еще, наверное, что-то в конвертике. Что-то в конвертике. Ой, что-то еще. Подарочек. Девчонки, подарочек. Антисептик? Точно. Прислали подарочек. Как приятно. Вообще здорово. Молодцы какие. Ой, еще что-то. Бальзамчик для губ. С SPF 30. Блин, какие молодцы. Миксит вообще. Вам за это спасибо огромное. Сейчас будем с вами все тестить. Еще один подарочек. Это что? Девчонки, что это? Липстик. Скраб-стик для губ с маслом какого-то. Ничего себе. Сейчас обязательно протестим. Сейчас все протестим. Здесь бумажка. Никсит. И накладная. Накладная. Да. Ну и все. И вот эти вот конфетишки. Блин класс. Сейчас будем с вами тестить. Хочу вот эту лифтинг-масочку. Потом обязательно и другие протестим. И будем краситься с вами. Сейчас будем краситься. Девчонки, я в розовом конвертике. В тот раз я помню тоже у меня розовый конвертик. Приходил опять пакетик. Классный вот этот маленький. Супер. На, ты любишь такие пакетики. Еще одна записная книжечка. Вот я ее себе оставлю. Даже две, наверное, слушайте. Это просто... А, нет, одна. Это открытка и снова наклейки. Котен, опять наклейки. Радуйся. Держи. И вот такие вот 3D-стикеры для дизайна ногтей. Вау. Блин, ну Миксит в этот раз подарками завалил. Вообще. Я заказывала только три маски. Смотрите, сколько приятностей. Классно. Вот это вот вообще пригодится. Да, очень красиво, кстати, стикеры. Ну что, начинать будем со смывки. Я взяла кокосовое маслице от Organic Zon. Вот такое у меня, да, было. Чуть-чуть осталось на один раз. И ацетилсалициловую кислоту. Сейчас масло подогрело в микроволновке. И 6 таблеток туда раздавило. Теперь все это дело как следует перемешиваем. И, конечно, вот этой жижи на мои волосы маловато. Поэтому добавлю еще какую-нибудь маску. Мне под этим видео про смывку пишут девочки, что да, реально работает. Но я сама знаю, что работает. И можно ли масло не кокосовое, не у всех оно дома есть, да, какое-нибудь подсолнечное, любое, другое масло, девчонки. Просто должна быть жирная консистенция. Жирная питательная маска для волос и так далее. Я сейчас добавлю туда маску Ботаника. Стоит она у меня без дела. Она мне не нравится. Но она вроде как питательная. Да, то есть не используем средства для сохранения цвета. Как раз вот я купила Head & Shoulders и вовремя я его, кстати, купила. Вот именно таким шампунем рекомендуют, если хотите убрать цвет, мыть голову. Набухала сюда еще масочки. Не жалею, потому что все равно на меня стоит, девчонки, без дела. Она мне не нравится. Сейчас вот это дело все перемешаем. Будем наносить с вами на волосы. Под шапочкой минут на 40. Протестируем с вами сейчас скраб для губ, масочку от Mixit. Прошлая посылка, прошлый мой заказ, кстати, в Mixit. Вот эти антицеллюлитные средства, скраб, мерцающий гель я оставила на лето, на выход, потому что сейчас, ну куда мне дома, мне прям жалко его. А скраб я в диком восторге. Антицеллюлитный разогревающий в диком восторге. Он действительно греет. И он, в отличие от фаберликовского разогревающего, он не оставляет таких вот красных пятен на теле, хоть он не проходит потом, но все равно. То есть он хорошо греет. Это чувствуется, куда нанесете. Но местного раздражения нет. Поэтому он мне нравится гораздо больше, чем разогревающий от фаберлик. Вот такая вот у меня консистенция получилась, довольно питательная. И заодно полечим волосики и кожу головы. Отшелушим частички благодаря отцетилсилициловой кислоте. Так, ну что, будем наносить. Я прям так буду наносить плотненько. Надо мне немножко эту красную красочку подсмыть. Вам на камеру она как-то поярче, да? А в жизни, ну, уже цвет ни туда, ни сюда, как говорится. И без конца тониками подкрашивать, освежать я не хочу, девчонки. У меня так волосы убиты. Тоники они все равно тоже пересушивают. Хочу какой-нибудь нейтральный цвет. Теперь походила, все, порадовалась. Хочу какой-нибудь нейтральный цвет. И чтобы его не так часто, нужно было обновлять. Потому что я все-таки хочу волосы отрастить. А чтобы их отрастить, можно их перечь. Да? Может быть, кончики, кстати, в ближайшее время подстригу. Прямо миллиметр на два. У меня же соседка-барикмахер. Вот. И может быть, кончики немножечко отстригу. Так, девчонки, сейчас я домножу это все. Одену шапку и к вам вернусь. Одела шапочку, полотенчик. Кстати, вот этот карандаш. Бьюти-поп, да? Он еще на губах. И он, кстати, стойкий, действительно. Мне так нравится этот цвет. Натуральный нюд. Очень приятный. Губки не сушат. На самом деле прям классный. Понравился пока. Первое впечатление. Сейчас мы будем с вами смываться и потестируем вот такой вот лифтинг-масочку от Миксит. Так, девчонки, состав, кому интересно, сейчас покажу. Экстракт цветка и дельвейса, масло ши, гиалуроновая кислота, экстракт клюквы, экстракт малины. Нанести плотным слоем на чистую кожу лица на 15-20 минут, удалить остатки водой или влажной салфеткой. Может быть, спонжиком попробуем, да? Использовать 2-3 раза в неделю можно. Класс. Так, масочка. Они все в таких разноцветных коробочках. Вот мне нравится оформление. Видите, прям синяя. Крышечка. Она розовая. Как она классно пахнет. Я не знаю, почему, но она пахнет кокосом с малиной вместе. Аромат обалденный. И такая йогуртовая, йогуртовая такая консистенция, да? Видите, достаточно густая. Так, сейчас буду снимать макияж. Моюсь. Покажу вам состав. Вот состав маски. Кому, девчонки, интересно. Фруктовые экстракты вижу прямо в серединке. Хорошо. Хочу начать, девчонки, со скраба стика. Вот это вот милого, маленького. Так, применение. Нанести скраб легкими круговыми движениями на кожу губ. Удалить остатки средства водой или влажной салфеткой. Использовать 2-3 раза в неделю. Так, как же он выглядит. Вот как выглядит сам стик. Вот он. Так, и вот как выглядит само средство розового цвета. Ну что, давайте пробовать круговыми движениями. Слушайте, ну частички. Да, вот они есть, есть. Есть частички, их много. Они прям действительно скрабируют. Вот скраба для губ мне, правда, очень не хватало. На самом деле. За это миксит прям огромное спасибо. Круговыми. Пахнет тоже какой-то малинкой, чем-то таким сладеньким, вкусеньким. Так. Круговыми движениями как следует. Много частичек, девчонки, много. А вообще удобно. Очень удобно именно вот стиком скрабировать. И в то же время текстура такая питательная. Видите, да, частички. И масла, прям какие-то масла. Класс. Сейчас спонжиком все это дело смою. Ну, текстура, правда, прям такая питательная. Губки прям такие мягкие чувствуются. Слушайте, супер. Мне нравится, очень нравится. Мягкие-мягкие губы. Никаких шелушений, ничего. А я любитель матовых помад, поэтому для меня это супер средство. Сейчас можно нанести на губы бальзамчик. Он у нас с SPF для защиты и увеличения объема губ. Девчонки, вот он в синей уже упаковочке. И вот такой вот тоже голубенький стик. И сама она голубая. Чем-то мятным пахнет. Девчонки, может тут, как и в фаберликовском составе, есть перец. Ой, я не понимаю, девчонки, на латыни. Я вам сейчас покажу тоже, кому интересно. Вот, смотрите, состав. Так, защищает от ультрафиолет, ухаживает комплекс, разглаживает, мягкость, трак. Входящий в состав бальзама ментол. Ментол здесь, девчонки. Усиливает кровообращение, тем самым визуально увеличивая губы. Нока. А пахнет ментолом, да. Попробуем. Ой, какая текстура классная. Так. Вот так. Вкус не горький, не противный, но и никакой не слащавый. Нормальный. Начинается. Холодок по всей поверхности губ. Ментоловый такой, знаете, класс. Ладно, буду наблюдать за ощущением, давайте делать маску. Я сейчас с крышечки возьму. Вот такая она твердая, светло-розовая. Ну, твердая, вот сказанула. Консистенция густая. Как будто, нет, как сливки. Знаете, похож на маску сливки Биомика от Фаберлит, только еще немножечко поплотнее. Если лифтинг эффект, я, девчонки, буду наносить везде. Вы кокос с малиной. Вот я четко чувствую здесь кокосик. Если у вас чувствительная, растянутая кожа лица, век, не надо так делать, как я. Я всегда говорю. Я делаю так всю жизнь. Все маски практически, не считая которых застывают в корку, да, очищающие, я наношу на веки. И мне это нравится, и моей коже это нравится. Я считаю, что кожа век тоже нуждается в питании и очищении. Так. Сейчас равномерно нанесем, мы будем, получается, с вами ждать. Кстати, вот этот ментоловый холодок, он, в принципе, уже проходит, он есть, но еле ощутимый. Насчет того, увеличились мои губы визуально линия, девчонки, судите сами. Ну, по крайней мере, они проскоаберировались, напитались, и мне кажется, даже только за счет этого они увеличились. Масочка. Хочется ложечку взять и скушать ее прям. На лице она такая белая, с легким розовым оттенком. Я надеюсь, она в корку застывать не будет, хотя все возможно. Сейчас посмотрим. Сегодня у нас суббота, девчонки, 23 число. Спешить никуда не надо. На улице дубак жуткий. Обещали с пятнедельника потепление у нас в центральном регионе, да? И нифига, смотрю, уже переписали прогноз в Яндексе. Уже там 16 максимум в один день, а так 14, ночью 3-5. Вообще дубак. Поэтому мы никуда не пойдем. Будем с вами заниматься бьюти-процедурами. Все, девчонки, маску нанесла. Пойду попью пока кофе. Холодок на губах слегка-слегка ощущается. Мне кажется, действительно губки стали как-то попухлее, что ли. Напишите, девчонки. Классно. Я бы использовала вот этот бальзамчик повсегда. Вот какой-нибудь карандаш для губ или матовую помадку. Потому что, смотрите, от него особенно сильно блеска нет, но в то же время губки напитаны, морщинки заполнены. Классно, мне понравилось. Вообще супер. Я не понимаю. Вот мне под прошлым видео писали, ругают миксит, что там не обоснованы завышенные цены, продукты. Я пока все, что брала в миксит, мне все безумно нравится. Вот эти бальзамы супер. То, что мне приходило в прошлой посылке для тела, вообще супер. Антицеллюлитно-разогревающее. Один чего только стоит. Вот. Сейчас мы с вами еще масочки протестируем. Я вам постараюсь на каждый продукт оставить ссылку, которая у меня здесь есть, даже на подарочки вот эти. Да, потому что мне очень понравилось. Прямо безумно. Вот. И посмотрим маски, как они работают. А пока все, что я пробовала миксит, мне очень нравится. Поэтому, девчонки, лучше один раз попробовать, чем доверять отзывам. Знаете, кто пишет отзывы? Я в декрете, когда была, я писала отзывы. Отзывы пишут за деньги. Отзывов заказных просто тьма, отзывов конкурентов просто тьма. Поэтому доверять отзывам глупо, на самом деле, я вам так скажу. Поэтому, девчонки, лучше поискать честные обзоры, да, посмотреть, как работает средство, или один раз просто попробовать взять мини-версии или еще что-то. В общем, ладно, я буду ждать 20 минут, потом будем с вами смывать маску. Она вроде такой питательной текстуры, в корку не будет застывать, я думаю. И посмотрим на эффект. Ну что, девчонки, пришло смывать масочку время. Она такая, знаете, все равно кремовая на лице, это радует. Немножечко высохло кое-где. Такая, знаете, дотрагиваешься, она прям как мусс. Сейчас смою, вернусь. И голову нам с вами пора уже смывать. Ой, девчонки, мне так понравилось. Вы знаете, что могу сказать? Она какая-то как будто слегка заматированная, чуть-чуть выбеленная кожа, упругая. И, мне кажется, отеки подспали. Потому что я после суток все равно прихожу такая, да, потрепанная. Работа сутками на коже сказывается. Ого-го, как? Так, и мне кажется, и отеки подспали. И как-то вот, ну не знаю, свеженько-свеженько. Прям вот мне нравится мое лицо, даже без макияжа. Такое бывает не всегда. Сами, наверное, по себе знаете. В одно утро просыпаешься, а тебе нравится и без макияжа на себя смотреть в зеркало. В другое утро прям вот нет. Мне нравится. Прям классно. Даже поры сузились-то как. Я сейчас на дневную светку вам выйду покажу. Смотрите, девчонки. Какая кожа ровная вообще. Я прям в шоке. И разглажены. Вот мои морщинки, когда суток пришла, да, если вы вначале помните, прям были видны на лбу. Сейчас ничего, кожа век ровная. Вау. Знаете, пока прям вау. Мне очень понравилось. Опоры вот сейчас поближе к свету подойду. Смотрите. Прям сузились. Они узкие, как будто какие-то затертые, что ли. Классно. Классная кожа вместе с тем увлажненная, напитанная. Вообще, девчонки, очень понравилась масочка. Здорово. Супер. Сейчас пойду смывать голову и потом будем с вами краситься. Опять масочка. Ну, с Богом, девчонки. Две пачки краски 7.2. Разведены и замешаны. Мне уже одной маловато, волосы густые. Поэтому, чтобы не мучиться, пусть это будут две краски. Так, а куда я расческала? Вот расческа. Цвет у меня подсмылся. Много вышло пигмента. Кончики совсем светлые практически. Мы посмотрим. Мне, конечно, по-хорошему надо осветлиться, чтобы был такой цвет, как на коробке. Но осветлять я уже волосы не хочу. Поэтому пусть будет так. Распечатываю перчатки. Помыла, кстати, голову я после вот этой аспириновой кокосовой маски head and shoulders. Потому что именно такими продуктами рекомендую мыть голову, если вы хотите немножко подсмыть цвет. Так. Ну что, и бальзамчиком прошлась. Особенно по кончикам, как следует. Чтобы не пережечь свои несчастные волосы. Перчатками шуршу сильно, да, девчонки? Для тех, кто переживает за мои волосы. Девчонки, я, конечно, это очень сильно ценю. Но не переживайте. Я человек-эксперимент по натуре. И не могу я долго быть в одном цвете. Ну не то, что в одном цвете. Мне постоянно нужно экспериментировать. Если не с волосами, то с макияжем. Или постоянно что-то в доме. Я меняю, перефигаю и так далее. Я экспериментатор по жизни. И хоть и жалко волосы, и хочется их отрастить. Но не могу. Мне надо экспериментировать. Я так живу. Я в этом себя нахожу. Девчонки, что хотела сказать еще по поводу красного цвета. Ну потому что нет сил. Постоянно во время каждой помывки пользоваться оттеночным бальзамом. Или часто их подкрашивать. Нет. Поэтому я поняла теперь девочек, которые мне писали, что красный цвет очень тяжело поддерживать в красивом оттенке, свежий цвет, чтобы он был, смывается у меня после следующей помывки. Даже вот эта краска Эстель, которую мы с вами красились в прошлом влоге, я в следующий раз помыла голову после покраски. И все. Ее как не бывало. Цвет непонятный, тусклый. Поэтому это тяжело. Да, мне нравится, но это тяжело. Ну что, девчонки, я сейчас нанесу красочку. Засеку время. Я похожу минут 40 с ней. Смою. И вернусь к вам. Заценим результат. Бальзам от Миксит мне безумно понравился. Я уже думала о том, чтобы заказать еще. Мне прям к нему рука тянется. Он не смотрится на губах бальзам. Он быстро впитывается в губки. Смотрите, какие они ровные. И мне кажется, действительно увеличивает объем. Вообще класс. Мне очень понравился. Из всех бальзамов за последнее время, что я пробовала, любых производителей, он прям очень крутой. Так, ладно, девчонки, буду наносить, не отвлекаться. До встречи. Ну что, девчонки, я знатно потемнела. И красный цвет вроде как ушел. 40 минут было ждало. Ну что, погнали с ним смываться? Их страшно прям. Ну что, девчонки, вот такой вот цвет у меня получился. В принципе, интересный. И похож на цвет 7.1. Блин, у меня вся футболка в краске теперь. Ну, надеюсь, порошок Гринли ее отстирает. На кончиках как-то мне больше нравится. Мне кажется, вам камера ржит. Он красивый, он на самом деле красивый. Красный какой-то потон он остался. Совсем его не уберешь. Но в целом цвет мне нравится. На кончиках посветлее, на корнях потемнее, как у меня, в принципе, и было. Мне прям нравится. 7.1 практически девчонки черные. Это я еще поняла, когда красилась Фаберлик 7.1. Если видели, я была почти черной. Хотя это цвет, тон блонда 7.1. Это получается светло-русый или что-то типа того, семерка. Или средний русый. Но русый, в общем, не блонда, а русый. Но он почему-то получается практически черный. Мне понравился цвет, интересный. Вот, вот сейчас камера передает правильно. Видите, да? Такой вот он. Красивый. Немножко кое-где... Да блин, ну зажужжали сегодня весь день. То в подъезде, то на улице. Немножко кое-где он с сиреневым отливом. Немножко таким вот и пеплом отдают. В общем, интересно. Я думаю, что он слегка посветлеет через 2-3 помывочки. И будет еще интереснее. Что будем делать дальше? Сейчас с вами поедем выбирать йогуртницу, скорее всего, в Эльдорадо. Я посмотрела цены. Я хочу недорогую, какую-нибудь в районе 1000 рублей. Вот так, ну вот 1300 самое большое. И хочу купить закваску. Делать с йогуртом. Очень хочу. Так что пойду соблю. Ну что, девчонки, съездили в Эльдорадо. Не было там в наличии той йогуртницы, которую хочу. Я вообще их две штуки там была. И система у них сейчас интересная. Сделали какой-то отдельный вход. И работают два кассира. Разметка полтора метра. И вы не можете посмотреть, походить по магазину. Можете подойти к кассиру. Он вам на экране телевизора воспроизведет то, что есть в наличии. Вы выберете. Либо интернет заказывать. В общем, я заказала йогуртницу на Вайлберрис. И, наверное, дня через 2, максимум 3, она придет. Заказала там еще микрофон. В общем, придет, я вам покажу. А себе купила сегодня наушники беспроводные. Вот такие. Вот так они выглядят. Они разряжены. Пока не могу их проверить. Сейчас в машине заряжали. В общем, вот как они выглядят. И сейчас поставлю их на зарядку. Тут почему-то вот этот разъем, как у айфона. Ну, благо у меня есть. Надо вот эту, наверное, ленту содрать. Какая-то кнопку. Я первый раз делала беспроводные наушники. Я вообще редко слушаю музыку. Но это удобнее, чем проводные. Ну вот. Всем привет. День второй сегодня. У нас воскресенье. Проснулись поздно. Спешить никуда не надо. И с чего хочу начать его? Конечно же, с любимой умывашки от Эйва. Смягчающего. Девчонки, кто-то писал, что они отличаются от предыдущей версии мицеллярного скраба. И кто-то писал, что этот помощник как-то жжет, что ли, пощипывает. На моем лице одинаково абсолютно. Абсолютно одинаково. Никакой разницы. И хочу, девчонки, маску протестировать. Еще одну от Миксит. Уж очень. Мне понравилась первая. И у меня здесь осталась питательная. Вот такая вот красивая. Тоже, наверное, желтая баночка. Питательная с экстрактом миндаля и маслом какао. О, какая. Все баночки разноцветные. Вообще супер. А, девчонки, смотрите, какая она коричневая и пахнет какао. И видно, что здесь есть масла. Прямо это видно. Оно будет очень питательное. Это круто. Такие масочки будем делать на ночь. А сегодня я хочу, девчонки, вот такую увлажняющую. С маслом ши и экстрактом ванили. Такая розовенькая она. О, да. Видите, какая розовенькая, яркая. И как она выглядит. О, смотрите. Здесь разноцветные голубые, синие, розовые такие частички. Ой, а пахнет она как пломбир. Вот прям пломбир, пломбир натуральный. Супер. Так, это у нас маска с аппетитным ароматом сливочного пломбира и топингом из разноцветных микрогранул. Заставит сердце сладкоежки биться чаще. Она создана для того, чтобы интенсивно увлажнять кожу и раз за разом дарить ей самый нежный уход. Ну что, сейчас буду покалмываться, будем наносить маску. Ну все, лицо очищенное. Давайте приступать к нанесению масочки. Господи, какое блаженство. Я вам сейчас покажу при дневном свете. Здесь не очень видно, как выглядят эти частички. Мне кажется, в конце можно еще проскрабировать ими же. Прямо вот в конце, перед смыванием. Сейчас посмотрим, что на коробочке написано. Как нам рекомендуют сделать. Возможно, они просто для красоты. Текстура питательная, аромат обалденный. Действительно, ну как будто вот пломбир такой сливочный. Открыли. Умеют же, а? От вчерашней маски лифтинг эффект, девчонки, я прям в восторге осталась. Мне понравилось. Реально работает. Очень хороший продукт. Прямо вот, мне кажется, на утреннее применение она будет хороша. Как-то кожу, что ли, приводит в хорошее состояние. На веки тоже увлажняем обязательно. Так. Опа. Супер. Вот теперь красота. Ой, чуть в глаз не попало. Сейчас, девчонки, почитаем, надо ли ее потом как скрабик применять в конце. Способ применения нанести на чистую кожу на 15-20 минут, удалить остатки водой. Нет, тут скрабировать не надо, просто будем с вами удалять. Получается, это у нас просто для красоты. Ну что ж, 15-20 минут походим, потом с вами оценим результат. Девчонки, вот как выглядит эта масочка. Видите, частички, да? Прикольно. Разноцветные. Сейчас я вам покажу, открою. О! Вот они. Божественный вообще аромат. Ммм, супер. Ну что, девчонки, маска частично впиталась где-то, да? Вот тут прям вот, наверное, где самые сухие места, лоб, да? Она прям как-то подвпиталась. Но осталась кремовой все равно, вот видите, да? Сейчас будем с вами ее смывать. Оцениваем результат, девчонки. Блин, эта маска тоже круто стягивает поры. Но та еще лучше, она прям их практически совсем затирает. Это тоже круто. Цвет лица выровнялся. Утренние отеки, мне кажется, тоже подсошли. Вообще не каждая, на самом деле, маска обладает таким действием, которое снимает отеки. Вообще круто. Вот. Кожа гладкая, увлажненная. Увлажненная в хорошем плане. Вот от первой масочки с малинкой, да? Лифтинг-эффект, она была прям увлажненная и какая-то матированная. Я прям вот эту маску вот однозначно оставляю себе на утро. Вот это, ну, наверное, больше для меня вечерний вариант. Так же, как будет и питательная, я уверена, потому что здесь достаточно много масел. Они прям практически на первых местах здесь в составе. Вот. А это хорошая увлажняющая маска для любого типа кожи. Может быть, для сухой, конечно, лучше желтую. Но вот для комбинированной, для нормальной, для жирной кожи это отличная увлажняющая маска, которая ни грамма ее не утяжеляет, выравнивает тон. И, как видите, лицо у меня тоже как бы слегка матированное, да? Нет никакого блеска, никаких остаточных там масел. На лице ничего не осталось. Классно. Мне нравится свеженькая личка, цвет, тон ровный, вообще все здорово. Поэтому, в принципе, девчонки, масочки мне очень понравились. С удовольствием буду пользоваться. И запросы ваши по поводу масок для всех я обязательно вам сниму через несколько дней видео про все свои масочки. Сейчас вот новинки еще дотестирую, чтобы дать полноценный честный отзыв, да? Вот. И обязательно сниму вам ролик. Видела много девчонок, написала прям много-много, что хотят видео про маски. Я вас слышу, мои хорошие. Скоро ролик будет. На сегодня больше, в принципе, планов никаких интересных нет. У нас сегодня прямой эфир с вами. Точнее, он уже, когда выйдет этот влог, случится этот прямой эфир. Так что сидим дома, будем в прямом эфире общаться с вами. Поэтому влог свой буду заканчивать на этой ноте. Если видео вам понравилось, было полезно, обязательно ставьте лайк. Если остались или возникли какие-либо вопросы, на все с радостью отвечу. Ссылочки на продукты Mixit на их сайт и YouTube-канал оставлю у себя под видео. Проходите, смотрите, знакомьтесь с продукцией. Мне пока все, что я пробовала, очень понравилось. Кстати, мы с вами вот этот вот не затестили. Гель. Пахнет спиртиком. И вы знаете, в принципе, без отдушек. Такой слегка свежий аромат. Ну, неплохой гель. Да, есть какая-то отдушечка такая, как запах чистоты, знаете. Вот. Слушайте, на руки пересушивать? Нет, не пересушивать. Даже какие-то гладенькие стали. Поэтому тоже понравился. В сумочку буду с собой класть. Ну и все, девчонки. В инфобоксе, как всегда, все полезные ссылки. Проходите, смотрите. Люблю, целую. Прощаюсь с вами. До следующих видео. Берегите себя. Прощаюсь с вами.